Ну, короче, ты подтверждаешь свои слова, что любой QA может позволить Ford Mustang 19-го года. Интервью 19-го года. Да, конечно, жизнь будет сладкая. Сейчас мы находимся в Сан-Франциско. И я стою рядом с нашим выпускником Алексеем Толстихиным. И он нам рассказывает про то, как можно попасть сюда обычному украинскому парню, который знает, как приложить нужные усилия, нужную работу. Алексей, расскажи, когда ты вообще узнал про тестирование программного обеспечения? Дело было давно. Я думаю, это уже было лет 7 назад. И я тогда жил в Киеве и работал то на одной, то на другой работе. И моя сестра, она уже находилась здесь, в США, и она мне порекомендовала поискать что-то наподобие курсов тестирования. На тот момент я вообще не знал про QA, вообще ничего абсолютно. И был очень далек от IT. Тогда я начал искать в интернете, есть ли такие курсы в Киеве. И на тот момент я нашел школу скиллап, и я пошел в эту школу учиться. В основном работал где-то в торговле, и это была сезонность, или там где-то на подработках маленькие зарплаты. Вот, когда я пришел в IT, то в принципе сразу, даже я еще начинал только стажироваться, уже была неплохая зарплата на тот момент. То есть ты прошел основной курс, прошел коучинг трудоустройства, и уже тогда начал искать работу. Я знаю, что это был такой не совсем прямолинейный путь. Да, я искал работу. Я думаю, где-то пару месяцев я искал. Я думаю, где-то процентов 10 перезванивали, или что-то, по крайней мере, наклевывалось. Но конкретно у меня был один интервью в Киеве, который я прошел. Вот, и это была контора, которая занимается играми, вот, и они мне сделали оффер. И на тот момент я уже готов был там работать, и поэтому я решил поехать домой в Крым, отдохнуть на пару недель. Просто побыть с отцом, провести время с семьей. И когда я был в Крыму, я решил поискать работу в Крыму, почему бы и нет, ближе к дому. Вот, и именно в Крыму, в Ялте оказалась была компания ISD. Да, и я прошел там интервью, меня пригласили на интервью. Я прошел интервью, и они мне буквально через день перезвонили и предложили тоже оффер. Но не в Ялте, а в Днепропетровске. И этот был оффер намного интереснее, и компания занималась именно софтом, то есть не просто играми. В принципе, я не очень хотел играми заниматься, потому что, ну, мне кажется, это не мое. Вот, и как бы предложение было намного привлекательнее, и поэтому я поехал в Днепропетровск обратно уже вместо Киева. И условия были намного лучше, и как бы, ну, было классное предложение в том плане, что мне даже предложили жилье на несколько месяцев на время стажировки, бесплатное, прямо возле компании. То есть такого, в других сферах ты такого редко где-то найдешь такие условия. Вот, поэтому, естественно, я поехал туда. Ну, стажировка заняла два месяца. Через два месяца мне уже сделали другое предложение по зарплате, вот. Еще лучше. Да, еще лучше, естественно. Да, но плюс мне надо было как бы уже искать жилье. В финансовом плане мне было очень отлично там жить, в Днепропетровске, потому что там была достаточно низкая стоимость на жилье в центре города, на аренду, да. И, можно сказать, что я платил где-то 15-20% от зарплаты за свое жилье, что, в принципе, ну, очень даже хорошо. Вот, и жил там в пяти минутах ходьбы от работы. А сколько времени прошло от того, как ты ничего не знал про QA и уже работал, как бы, получив опыт в Украине, начал работать в Кремниевой долине? Ну, год, наверное. Год. Один год. Ну, в общем, на тот момент у меня уже здесь жили родственники в США, моя сестра и мать. И мы проходили процесс оформления документов на то, чтобы я переехал в США. Вот. И, ну, в принципе, план был такой, что здесь, в США, я тоже буду заниматься IT. Было, ну, тяжело сначала в плане поисков работы, потому что никто не хотел, как бы, брать меня здесь на работу без местного опыта. Вот. И я искал работу долго. Ну, как долго? Я искал работу месяца три, наверное, сам. И у меня было там пару интервью, которые я провалил. Я, скажем так, не был готов конкретно к этому. И мне помогли знакомые устроиться на интерншип в компанию. Вот. И это мне помогло для того, чтобы в дальнейшем уже искать новую работу. Какие основные отличия в поиске работы в Украине и здесь, в Кремниевой долине? Наверное, это язык. Вот. То есть английский это основной язык. Там, допустим, проверяют просто уровень знания английского. Да, здесь ты, в принципе, проходишь уже на английском языке интервью. То есть люди достаточно смотрят на этот, на уровень языка, скажем так, это не самый главный показатель. То есть если ты можешь общаться нормально, да, на уровне, там, работы, бизнес английского, то этого уже достаточно для того, чтобы проходить интервью. Вот. Это раз. Ну, в принципе, было похоже, наверное, интервью. Но тут спрашивали SQL там. Я не помню такого, чтобы у меня было. Потом, я не знаю, это важно или нет, но я помню, что там в Украине меня постоянно спрашивали какие-то задачки. Типа там. Три белочки едят столько орешков, четыре белочки столько. И надо было что-то там посчитать на логику, да. Ну, здесь такого почему-то не было вообще абсолютно. То есть просто спрашивали знания, которые именно вот ты будешь применять в твоей работе. Вот. Знания документации, естественно, то, что ты должен знать и знания, допустим, как вообще продукт, software development life cycle. Вот. И, ну, даже не знаю. Как бы это такое основное было. Работая QAM, то есть чем именно ты занимался, то есть что было основой работы? Ну, в основном, как бы, большая часть времени, которое я здесь работал, было в стартапе. И я занимался тестированием веб-аппликейшена. Все было завязано на клиентах. И скорость выпуска релизов была, ну, по сравнению там с моими предыдущими компаниями намного быстрее. И, в принципе, я в основном занимался только manual тестингом. Вот. Хотя, допустим, я в то же время старался делать какие-то там, какую-то работу, да, с базой данных. То есть я уже этим тоже параллельно занимался. Занимался параллельно тестированием API, что тоже было, в принципе, плюсом к тому, чтобы развиваться технически. Вот. И из-за того, что это был, ну, веб-аппликейшен, естественно, я начал заинтересоваться именно самим кодом, как это все работает. Когда я работал в Украине, да, я работал в большой компании, и это был аутсорс. Процесс такой был, там, ты начинаешь QA, и ты идешь по этой QA ступень, ступенька за ступенькой, вот, пока ты там не доходишь до senior level. В каждой компании там по-своему было. Но я не видел там таких людей, которые там были QA и сразу становились девелоперами. Но есть много стартапов здесь, в долине, да, и в стартапах все как раз-таки наоборот. То есть в стартапах нету столько людей, чтобы каждого человека ставить и заниматься определенной задачей, да. Поэтому очень приветствуется то, что ты сам развиваешься и стараешься делать как можно больше, вот. И, в принципе, дается, ну, очень много возможностей как-то перейти на другую позицию. Это поддерживается. И после того, как я отработал здесь, ну, в одной, в стартапе, да, здесь два года QA, я уже сам начал задумываться о том, чтобы перейти во фронтенд. И, в принципе, после того, как я поговорил с менеджером, мне это, ну, как бы без всяких там внутренних интервью, все это было на уровне разговоров. Мне сказали, если ты сможешь чинить баги, то, ну, если ты покажешь то, что ты можешь это делать, то, пожалуйста, без проблем. В некоторых компаниях приветствуется то, что люди занимаются и бэкэндом, и фронтэндом, меняются команды, команды там занимаются, допустим, делают рокировку своих участников. То есть кто-то переходит, допустим, компания может делиться на три разных продукта, да, а с одного продукта на другой. То есть такое часто практикуется, но это более таких современных подходов, в компаниях современным подходом. Зарплаты зависят в основном от твоего опыта работы, да, и начиная со стажировки, которая, я думаю, где-то 40 тысяч в год, но стажировка длится там месяц-два. Вот, так что, скажем так, стартовая зарплата для QA, мне кажется, начинается где-то с 1060 в год. Вот, и верхняя ступенька, как бы, она зависит от того, насколько ты специализированный, ну, насколько ты проводишь специализированный тестинг. Расскажи, а что у тебя драйвов в работе? Очень нравится именно, ну, я не знаю, как расследовать такое наше слово, я это называю инвестигейшн. Да, для меня это, допустим, самая интересная часть работы, и мне нравится вот именно тот момент, когда ты находишь разгадку проблемы. Вот, что мне еще нравится в моей работе, это то, что, в принципе, нету границ того, что ты можешь учить, и я, допустим, как фронт-энд инженер, да, могу сказать, что вообще вся движуха фронт-энд, она развивается настолько сильно, что столько есть разных вещей, куда именно ссылаться и изучать, что, в принципе, с одной стороны хорошо, что можешь изучать один, второй фреймворк или там какие-то библиотеки, да. С другой стороны, иногда сложно именно разобраться, что именно изучать, вот, но, в принципе, мне нравится, что постоянно какая-то есть, какой-то постоянный процесс обучения, и ты не, ты вроде как бы занимаешься иногда рутинной работой, да, но большая часть работы заключается в чем-то, что ты познаешь что-то новое, и ты как бы обучаешься. Это для меня, допустим, одна из вещей, которая мне больше всего нравится в этой работе. Что бы ты мог посоветовать вот ребятам, которые сейчас только становятся на этот путь? Все думают о зарплате часто, это как главный мотивационный фактор, но на самом деле на этом можно сломаться первое время, потому что первое время зарплаты большой, скорее всего, не будет. Все как бы движется в направлении автоматизирования, и мне кажется, что самое главное, это, конечно, более технические знания какие-то, и для того, чтобы получать большую зарплату, нужно набивать опыт. Большое тебе спасибо, Алексей, за эту информацию. Пожалуйста. Действительно классно, я думаю, что очень много ценного, что люди, смотри, подчеркнуть, узнать, как бы, увидят, что все возможно, дерзайте, у вас все получится. Да.